Русский БМВ. Сегодня ты фразой никого не удивишь. Спасибо калининградской сборке. Но мало кто помнит, что более 60 лет назад эта компания могла стать нашей советской. После окончания Великой Отечественной войны, Советская военная администрация Германии создала акционерное общество АвтоВело, в которое входил завод БМВ, находившийся в городе Эйзенах и попавший в Советскую Зуну. Вскоре удалось восстановить разрушенное предприятие и начать проектирование нового автомобиля с использованием шасси довоенного БМВ 326. Он получил индекс 340 и был предназначен для поставок в Советский Союз. Его производство началось в 1949 году. При этом аббревиатуру БМВ баварские моторные заводы сменили на ЕМВ, моторные заводы Эйзенах. Его дизайн был непривычен, буквально резал глаз. Не все смогли воспринять такую фишку, как заходящие на двери крылья. Передок получился обтекаемым, его даже хочется погладить рукой. В целом получился промежуточный дизайнерский вариант, сочетающий округлые формы кузова и плоские стекла. Непривычно для тех лет открывается капот. Под ним старая, рядная, верхнеклапанная, нижневальная шестерка объемом около двух литров с двумя карбюраторами. Она выдавала 55 лошадиных сил. Открывая тяжелую дверь, понимаешь, это не ширпотреб. Внутри все серьезно. Никель, крашеный металл, шпиатр. Приборный щиток из карболита. Настоящее немецкое качество. Двигатель заводится легко, можно трогаться, но машина требует деликатности. Обращаться с четырехступенчатой коробкой передач нужно аккуратно. Синхронизаторы стоят только на двух верхних передачах. Синхронизация занимает около одной секунды. Кого-то рассмешит разгон до 100 км в час за 35 секунд. Но не надо забывать, что машине больше 60 лет и весит она тонну с четвертью. Максимальная скорость 115 км в час. В СССР поступило около двух десятков тысяч ЕМВ-340. В 1952 году компания перешла в собственность ГДР и поставки прекратились. Спустя год машину сняли с производства. А представьте себе, если бы было принято решение перевезти заводы БМВ в СССР. На чем бы мы могли сегодня ездить?